Воссоздание наследия Леся Курбаса. Режиссер Верляна Ткач и арт-группа Яра из США представили проект о творчестве украинского режиссера-авангардиста. Во время сталинских репрессий почти все его наработки были уничтожены. Чтобы показать его вклад в мировое театральное искусство, исследователи по фото, эскизам и воспоминаниям собрали экспозицию «Курбас в Харькове». Космические декорации, абстрактный балет, эксперименты с перевоплощением актеров. В 20-х годах прошлого века украинский режиссер Лес Курбас решил изменить представление о театре. Для постановок он искал новые средства выражения и ломал традиции. Он сделал феноменальные шаги как режиссер в мировом театральном контексте. В своих работах использовал движения, например, в спектакле «Газ». Очень интересно. Он один из первых, кто использовал фильм в театральной постановке. Сделал такой монтаж, чтобы передать размышления людей. И также необычно он показывает превращение актеров. Стиль Курбаса и его театра «Березильва» создают по крупицам. Почти все наследие уничтожила советская власть. Понять, что происходило на сцене во время спектакля «Газ», создатели проекта смогли по фотографии, сохранившейся в музее Нью-Йорка. На ней стрелками обозначено, как Курбас движением актеров показал взрыв на заводе. Обычно в театре играют людей, а здесь актеры превращаются в машины и затем во взрыв целого завода. Это один из самых интересных приемов на то время. Воспоминания, звукозаписи и документы исследователи собирают годами. Цвета костюмов восстанавливают по черно-белым снимкам, сравнивая, какой оттенок серого соответствует исходнику. Только на воссоздание декораций Курбасоведы называют их сценографией понадобилось полгода. Мы пытались использовать те методы и тот визуальный язык, которым пользовались в то время. То, что можно было понять по фотографиям. И каждый день общались с инженерами и техниками, работающими с металлом. Они подсказывали какие-то детали, которые мы потом применили в реконструкции. Каким был украинский мюзикл в конце 20-х годов, можно представить по обрывкам сведений о спектакле «Алло на волне» 477. Автор проекта нашла партитуру с джазовым гимном Харькова, либретто и несколько снимков с эпизодами постановки. Это было что-то. Другого такого по всему бывшему Советскому Союзу больше не найти. Эта сценография ключевая в творчестве Курбаса о Харькове. Она радикально модерновая. В Харьковский период театра «Березиль» критики считают самым ярким. Спектакли «Алло на волне» 477, «Народный Малахий» и «Мина Мазала», которые стали основой для выставки Курбас в Харькове, спустя 90 лет выглядят новаторскими. Авангардизм, экспрессионизм, необорочный символизм. Все эти направления в театре Лейс Курбас открыл здесь, на Харьковской сцене. В тогдашнюю столицу Украины «Березиль» перевели в 1926 году и продержался он до 1933, пока творца не обвинили в контрреволюционной деятельности, националистических извращениях и недоступности его спектаклей для масс. Сегодня название «Березиль» сохранилось за малой сценой театра имени Шевченко.